Друзья, всем привет! В этом видео попробуем собрать усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме TDA7294. Микросхема очень известная и в рекламе не нуждается. Схему будущего усилителя я нашел в интернете и она немного нестандартная, но в этом и интерес и еще проверим ее работоспособность. В итоге была нарисована вот такая печатная плата будущего усилителя на одной плате один моноканал. Чтобы все было красиво, то печатные платы было решено заказать на сайте компании JLCPCB. Загрузил файл Gerber на сайт JLCPCB, все проверил, потом указал количество плат, а цвет печатных плат выбрал классический зеленый и оформил заказ. Через некоторое время получил посылку от JLCPCB с платами. По качеству плат претензий нет, все сделано хорошо и как было в чертеже. Итак, печатные платы есть и можно собирать усилитель. Все необходимые радиодетали купил на радиорынке и в интернете, их немного. Номиналы детали есть на плате в виде шелкографии. Также был куплен медный провод в лаковой изоляции диаметром 0,8 миллиметра для изготовления индуктивности. Для будущего усилителя все есть и можно начинать собирать. Как обычно, начинаю сборку с установки постоянных резисторов. Номинал удобно замерять с помощью ESR-тестера. По замеру резистор номиналом 5,1 кОм и его место на плате вот здесь. Устанавливаю резистор на свое место и аналогично все остальные. Два резистора возле выхода нужны мощностью не менее 1 Вт, а лучше 2 Вт. Постоянные резисторы установлены. Диод устанавливается по метке анода на корпусе и на плате. Дисковые неполярные конденсаторы просто устанавливаю на свои места. Пленочные неполярные конденсаторы тоже нужно просто установить на свои места. Электролитические полярные конденсаторы нужно устанавливать соблюдая полярность. Номинал и метка минуса есть на корпусе. Предохранители и их держатели тоже легко установить на свои места. Предохранители на 5 А по плюсу и минусу питания, которые в случае аварийной ситуации перегорят. Если таковых нет, то можно просто запаять перемычки из провода. Диодный мост вертикальный на 8 А. Его нужно устанавливать по метке плюса на корпусе и на плате. На корпусе светодиода есть метка минуса в виде скоса юбки и устанавливаю светодиод на свое место по рисунку корпуса на плате. С клеммниками тоже все просто, специально купил разноцветные. Теперь удобно установить микросхему TDA7294. Микросхему я покупал на радиорынке в проверенном магазине, потому как много подделок, которые при подаче питания не работают или сразу горят. Хотя по схеме и по питанию все сделано правильно. Осталось установить большие электролитические конденсаторы. Обязательно нужно соблюдать полярность, так как при переполюсовке взорваться они могут очень неслабо. Для изготовления индуктивности нужно намотать 10 витков провода на оправе диаметром около 8 мм. Изоляцию снимал канцелярским ножом. И вот так индуктивность устанавливается на свое место. После проделанной работы по сборке получился вот такой усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме TDA7294. Внешне все получилось хорошо и вроде даже красиво. Для стерео усилителя таких модулей нужно собрать два. Плату со стороны дорожек я от флюса отмыл. И силовые дорожки без маски были дополнительно пролиты припоем на всякий случай, чтобы выдерживать необходимые рабочие токи. Усилитель собран и теперь нужно попробовать его запитать и проверить его работоспособность. Для питания собранного усилителя нужен двухполярный источник питания. Вот информация по напряжениям питания. Это усилитель AB класса и он греется в процессе работы. И для проверки будет прикручен небольшой радиатор для отвода тепла. Для теста его хватит. А уже в работе для нормального охлаждения нужен радиатор площадью. Желательно не менее 600 см квадратных. Радиатор желательно электрически изолировать от микросхемы с помощью изолирующей прокладки и шайбы. Так как на корпусе микросхемы минус питание. И о термопасте нужно не забывать. Для улучшения передачи тепла от микросхемы на радиатор. Для подключения все готово. Для тестового питания попробую использовать вот такой тореидальный трансформатор. Напряжение на вторичных обмотках этого трансформатора немного ниже нужного для питания. усилителя. Но пока другого нет. И хотя бы для проверки его должно хватить. Подключение питания очень простое. Три провода. В средине общий провод, он же средняя точка. И по бокам крайние точки вторичных обмоток трансформатора. Полярности нет. Главное не перепутать средний провод в средней точке. Вот так по питанию все просто. Для подачи звукового сигнала будет вот такой экранированный провод с разъемом RCA, он же тюльпан. При подключении важно не перепутать сигнальный провод и землю. И для передачи сигнала с телефона на усилитель еще будет вот такой межблочный провод со штекером 3,5 мм в два штекера RCA, они же тюльпаны. Без подключения акустики решил попробовать подключить первичную обмотку трансформатора к сети 220 вольт. Здесь очень аккуратно, высокое напряжение и правила техники безопасности. Индикатор наличия питания на плате усилителя засветился и ничего не задымилось. Пока все хорошо. Теперь тест с подключенной акустикой. Акустика подключена на клеммник выхода усилителя. Включаю вилку в сеть 220 вольт, чтобы запитать трансформатор. И усилитель включился. Хлопка не было. Реакция на прикосновение ко входу усилителя есть. И это хорошо. На межблочном кабеле два штекера для левого и правого каналов. Но у меня один канал и один штекер просто никуда не будет подключаться. Гул без подключенного телефона это нормально. При подключении к телефону цепь по входу замыкается и гул исчезает. Теперь попробую включить тестовую музыку. Все хорошо и все работает. На минимальном уровне громкости посторонних шумов нет, но усилитель как бы хрипит. И это из-за напряжения питания, которое ниже нужного. Для теста попробую запитать усилитель от повышающего преобразователя с однополярного напряжения 12 вольт в двухполярное 28 плюс 28 вольт. И уже с таким напряжением хрипа быть не должно. Подключение аналогичное как и с трансформатором. Главное не перепутать средний общий провод. Пробую включить тестовую музыку. И как вы могли слышать хрипа нет. Теперь все хорошо играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собранный усилитель играет По качеству звучания тоже все хорошо Играет хорошо и по низким, и по средним, и по высоким частотам По мощности, то около 70 Вт выходной мощности, с него получить можно Если взять трансформатор с напряжением на вторичных обмотках повыше, то тоже все будет хорошо играть Для постройки стереоусилителя нужно собрать еще один такой же канал И параллельно подключить питание второго усилителя Аналогично первому подключить свободный вход и вторую колонку на выход И уже будет стереоусилитель Все очень просто, и это я уже не показывал По сути, нужно запараллелить всего три провода питания В тепловизор вот такая картина И видно, что греется микросхема TDA7294 И это нормально Это усилитель АБ класса Усилитель я специально сделал простой и на популярной микросхеме Чтобы он легко собирался И на нем уже был фильтр питания с диодным мостом И это уже достаточно мощный усилитель Если микросхема TDA7294 рабочая Детали нормальные Усилитель собран правильно И с питанием все нормально То усилитель работает сразу и наладки не требует Просто нужно правильно собрать и не спешить Повторить этот усилитель сможет даже начинающий радиолюбитель И звучит этот усилитель очень достойно Вот такое видео получилось Надеюсь, помог и было интересно Ссылки будут в описании под видео Пишите свои комментарии И кто повторит, тоже пишите свои отзывы Ну и подписывайтесь на канал Спасибо за ваше время Желаю удачи!